всем привет я решил снять это видео как бы вторая часть обзора стиля крафмага потому что первый выпуск который я снимал лично для меня это стало неожиданностью он набрал по моему что-то около 2000 просмотров примерно так и я понял что вас интересует действительно то как возникал этот стиль как он развивается какая методика и вообще существует ли там эта методика или нет ну и конечно же различные косяки в этом стиле в этом крафмага и вот сейчас я вам покажу одно маленькое видео мы его с вами вместе посмотрим и я хочу чтобы вы сами заметили где там грубейшие косяки которые якобы работают спортзале но никогда не не сработают на улице значит это видео снимали в одном из спортивных клубов по крафмага в голландии судя по всему вот этот вот мужик инструктор который преподает вот это вот крафмага или он бывший военный или он бывший полицейский по какой-то части может быть он и имел отношение к допустим к рукопашному бою или еще к чему-нибудь это кому но то что он делает не лезет ни в какие рамки потому что во первых ладно давайте мы с вами будем смотреть вот так вот открыто в глаза я не буду говорить чтоб кто-то из вас там что-то искал и так далее обратите внимание на то как он блокирует удар ногой просто сбивает ладошкой ладошкой его ассистент который показывает этот удар естественно бьет не сильно потому что в спортзале для того чтобы отработать различные тренировочные техники комбинации блоки именно во время тренировки люди никогда не бьют во всю силу если начать бить во всю силу то поставят опытного и новичка новичок больше туда не придет скажет вы все бараны потому что вы меня изуродовали так вот ассистент бьет не в не во всю силу он буквально слегка замахивается но вот этот вот тренер вот этот вот инструктор он сбивает его ногу ладошкой и потом он объясняет что это единственно правильная комбинация которая работает против удара ногой против того же май герри мне хотелось бы этого тренера посмотреть на улице как он действительно будет отрабатывать вот этот удар на человеке наносящим удар ногой не в треть силы как вот этот вот его ассистент в спортзале делает а со всей дури для того чтобы вынести его его орехи блин через горлом ли на улицу ну грубо говоря вот посмотрели хорошо ребята теперь давайте мы с вами переключимся еще на одно маленькое видео это уже в уругвае человек просто-напросто он работает инструктором по крафмага но он разносит в пух и прах методику тренировок методику преподавания различных блоков и комбинаций от инструкторов крафмага что же он делает вот смотрите он показывает что если кого-то хватают за волосы то нужно разворачиваться так естественно якобы по уверениям инструкторов и создателей этих комбинаций такие повороты работают но он тут же показывает что да нет ни хрена но не работает ни один ни одна комбинация не вторая комбинация не третья потом его ассистент становится и он хватает этого ассистента действительно вот так вот за волосы для того чтобы тот попробовал провести те же самые комбинации на нем естественно у ассистента ничего не получится потому что этот инструктор действительно знает как работают но грубо говоря работа в кавычках на улице те же самые бандиты, те же самые карманники, или в каких-то разборках между собой люди, выясняющие отношения. И вот посмотрите, он отлично показывает всю несуразность вот этих вот техник крафмага, которые предлагают израильские инструкторы. И потом он просто показывает, как нужно работать в такой ситуации, чуть-чуть слегка развернуться и нанести удар или в пах, кулаком или локтем в живот. На это у вас хватит и амплитуды движения, и силы удара вполне. А потом уже можно проводить дальнейшие комбинации с вашим противником, которого вы хотите обезвредить, для того, чтобы он на вас не нападал. Делайте выводы, ребята, сами вот делайте выводы, смотрите, фильтруйте, потому что очень много различных инструкторов приходят в спортивные клубы, которые по сути своей... Допустим, вот опять, смотрите, вернемся к первому видео из Голландии. К примеру, это бывший полицейский. Хорошо, допустим, ты работал классно, ты показываешь эту комбинацию, но если он бывший полицейский, этот мужик, этот инструктор, то это не значит, что на улице, если ты будешь с голыми руками против кого-то обороняться, у тебя эта комбинация сработает. Она может сработать только в том случае, если у тебя в одной руке противоударный щит, в другой руке дубинка или, скажем так, баллон с газом. Вот тогда и ты одет полностью во все снаряжение вот этих вот КСК, вот эти вот спецназовцы, допустим, немецкие, голландские. Если ты одет в спецснаряжение, естественно, тебе проще ударить дубинкой человека по ноге или по голове, для того, чтобы твоя дальнейшая комбинация сработала. А вот так вот голыми руками вряд ли. В общем, ребята, я рад, что вы подписываетесь на этот канал. Мне приятно, что вы обсуждаете видео на этом канале. И я надеюсь, мы не прекратим эту тематику обзора различных косяков в стилях или в направлениях, а будем ее только продолжать. Всем удачи, пока.